Время спорта 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 который находится в Мордовском университете, и, конечно, играть с милантером. Самые активные участники викторины и конкурсов получили памятные призы. Больше всего сувениров собрал восьмиклассник Денис Кахутин. Будущий футболист знает о чемпионатах мира почти все. Но и он подчеркнул новые факты, например, о строительстве нашего стадиона и о инфраструктуре, которая будет его окружать. Я занимаюсь в команде Мордовия, 2003 года рождения. Вам там рассказывали про чемпионат? Нет, я сам все знаю из интернета. Сходить на один матч чемпионата мира и еще тренироваться так же усердно и упорно. День знаний только открывает учебный год. Для школьников он традиционно будет тянуться очень долго. Но представители волонтерского движения Мордовии по возможности обещают организовывать подобные уроки как можно чаще и проводить их во всех учебных заведениях. Юрий Осипов, Денис Гарин, Владимир Ильин. Наши новости. Хоккеисты Мордовии проверили свою готовность к старту нового сезона, сыграв контрольный матч с пензенским дизелем. На этот раз против существенно обновленной команды Юрия Воробьева вышел основной состав клуба, выступающего на одну лигу выше. И вплоть до третьего периода разница в классе давала о себе знать. В ответ на точные броски Субботина и Юношева хозяева ответили четырежды. А вот последний игровой отрезок остался полностью за лисами, которые пять раз зажигали фонарь за воротами дизеля. Авторами шайб стали Юношев, Медведев, Швейкин, Цицаров и Цепнятов. Итог 7-5 в пользу Мордовии. В Саранске в минувшие выходные состоялся фестиваль боевых искусств на призы Мордовского регионального отделения партии «Единая Россия». Мероприятия, собирающие на спортивных площадках города представители разного вида спорта, партия проводит регулярно. Нынешний фестиваль стал уже девятым по счёту в этом году. В нём принимают участие представители классических боевых искусств – самбо, дзюдо и бокса. В каждой дисциплине соревнуются несколько десятков спортсменов разных возрастных и весовых групп. «Вот эти виды спорта воспитывают самые лучшие качества, которые есть в человеке. Первое – это благородство, второе – это сила, это выносливость, это умение достигнуть поставленной цели и умение защитить слабую и в конечном итоге быть защитником своей родины, своей семьи». Соревнования по боксу, самбо и дзюдо проходят одновременно сразу на трёх площадках. Время проведения фестиваля – начало сентября – выбрано не случайно. Сейчас полным ходом идёт запись в спортивной секции, а сегодня в числе зрителей немало родителей с детьми. «Ребятишки, зрители, которые сегодня смотрят на тех, кто уже одел боксёрские перчатки, конечно, они будут просить своих пап и мам, чтобы их записали в секции. И вот такими мероприятиями мы, конечно, развиваем. И партия всегда уделяла и уделяет большое внимание развитию физической культуры и спорту, развитию физического и духовного здоровья нации». Турнир по боксу проходит в режиме матчевой встречи. Две команды Мордовии и Пензенской области делегируют по одному спортсмену в каждой весовой категории. Побеждает команда, представители которой добьются наибольшего числа побед. На этот раз командное противостояние закончилось в пользу гостей. На их счету восемь побед, в то время как хозяева ринга праздновали успех шесть раз. В турнире подзюдо разыгрывалось четыре комплекта наград у юношей и один среди девушек. В итоге золото фестиваля боевых искусств досталось Даниилу Рубцову, Егору Горину, Сергею Юдину, Егору Комарову и Юлии Шепелевой. Сильнейшими самбистами стали Алексей Чертаусов, Николай Пачин, Данил Березин, Максим Смирнов и Глеб Зорин. Фестиваль завершен, но впереди еще немало спортивных мероприятий, проведение которых запланировано в рамках реализации партийного проекта «Детский спорт». Уроженка Зубово-Полянского района республики Наталья Ушкина добилась самого большого на сегодняшний день успеха среди доморощенных мордовских биатлонистов. Представительница школы Олимпийского резерва по зимним видам спорта региона 13 завоевала золото на первенстве мира по летнему биатлону. Соревнования проходили в городе Чайковский Пермского края. Юниорки помимо эстафеты соревновались в двух индивидуальных гонках. В спринте Ушкиной не хватило всего полторы секунды до бронзы, а в гонке преследования она пришла к финишу первой. Причем за все соревнования Наталья допустила по одному промаху в каждый из гонок. Сработала чисто на четырех подходах к стрельбищу из шести. Собралась скорее всего, потому что для меня это 1-0 или 0-0, для меня это вообще классно. Я знала свое самочувствие, потому что больше промаха если было бы, то я бы не попала бы на пьедестал, и поэтому я старалась настроиться на стрельбу. Я этим летом очень сильно работала над стрельбой, потому что в том году, ну той зимой, у меня была средняя стрельба. Именно стрельба стала для Натальи залогом успеха на первенстве мира, хотя в прошлом зимнем сезоне она гораздо лучше выглядела на лыжне, нежели на стрельбище. Хорошая работа на огневом рубеже обеспечила ей победу в гонке преследования. Мы пришли на рубеж вместе с Лерой Васнецовой, вот, и, ну, как бы получилось, что мы стали вместе, но у нас стрельнуло три, а у меня ноль, вот, и поэтому, потом пришла Кристина Рисова сразу за нами, но она тоже схватила два промаха, и я когда ушла, у меня уже сразу появилось большое преимущество, у меня было больше минуты. Я когда ушла, мне там уже тренера начали кричать, что ты можешь просто, ну, идти спокойно, потому что у тебя большое преимущество, у тебя там больше минуты. Ну, я последний круг, можно сказать, так, шла потихоньку. Первенство мира стало для Натальи Ушкиной заключительным юниорским стартом. Уйти ей удалось на победной ноте, а теперь ей предстоит выступление на соревнованиях среди взрослых. Первым стартом будет чемпионат страны. Да, мне, конечно, интересно посмотреть, как, ну, бегут взрослые, посмотреть, как они ведут себя на трассе, как они стреляют, как бы, ну, хотелось бы посмотреть на все это и побегать с ними, конечно же. Смена имиджа перед летним сезоном – традиционный ритуал Натальи Ушкиной. Новый цвет волос принес ей удачу, поэтому теперь нужно подумать, стоит ли менять его зимой. Нет, это уже давно, как лето наступает, я все время так. А с чем так связываешь? Ну, чтобы ярко выглядеть, огоньком. Чемпионат страны по летнему биатлону пройдет там же, в городе Чайковском, в сентябре. Триумфатор юниорского первенства планеты Наталья Ушкина на этот раз отправится в Пермский край как дебютант взрослых соревнований такого уровня. Международная и Европейская федерации пауэрлифтинга ратифицировали рекорд мордовского троеборца Сергея Чижикова, установленный в июне этого года на первенстве мира в Минске. Представитель мордовской комплексной школы Олимпийского резерва выступал среди юниоров до 23 лет в весовой категории до 59 килограммов. В приседании со штангой уроженец Торбеева показал результат 200 килограммов, что теперь официально является рекордом Европы и мира. Соответствующие документы пришли в адрес Всероссийской федерации пауэрлифтинга. На этом очередной выпуск самого полного дневника о спортивной жизни Мордовии подошел к концу. Не забывайте смотреть нас и на следующей неделе. Наша программа доступна для просмотра и в интернете, на сайте и официальной странице 10-го канала в Ютубе. А на сегодня это все. С вами был Юрий Осипов. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok